Какие мы цели ставим перед собой, начиная сегодняшний наш семинар? Мы хотели бы сформировать общее представление о том, какие законы поведения существуют и как они работают в нашей деятельности, когда мы взаимодействуем с девками с аутизмом. Мы хотели бы отдельно остановиться на нежелательном поведении. У нас достаточно большой, наверное, самый крупный блок нашего семинара – это нежелательное поведение. Мы будем подробно рассказывать о том, как же с ним, что мы можем сделать, когда у ребенка такое поведение есть. И отдельный, второй такой глобальный блок в приполном анализе поведения – это, собственно, обучение. Обучение навыкам самообслуживания, обучение академическим навыкам. И это будет третьим логическим блоком нашего семинара. Вот такие вот у нас цели. Мы периодически будем к ним возвращаться во время нашего обсуждения, чтобы мы помнили, когда мы идем, и что мы хотим получить на выходе. И мы можем начать с нашего первого слайда. Отлично, да? А что значит обратиться к поведенческому аналитику? Мы бы хотели немножечко кратко обсудить этот момент. Я знаю, что часто задают вопросы родители достаточно ни одной встречи. А можно ли попасть к вам на консультацию, посмотрите ребенка и что-то скажете? Это достаточно частотный вопрос, который мы получаем. Ситуация в том, что обратиться к поведенческому аналитику это значит совместно сотрудничать некоторое время, достаточно продолжительное. Это будет зависеть от того, какие цели и какие задачи мы поставим перед собой. Это будет просто коррекция нежелательного поведения. Или это будет долгосрочная программа, рассчитанная на год, на два, на сколько, на месяц по развитию навыков академическим. Или это, например, развитие одного навыка самобслуживания. Это будет зависеть, я частично, если говоря, отвечаю практически на вопрос, который у нас был вчера, позавчера мы получили в зале, да? И ситуация в том, что поведенческий аналитик работает по изменению поведения в учении навыков, изменяя не самого ребенка, а изменяя окружающийся друг, в котором находится. Мы будем говорить более подробно, что значит закон формирования поведения, чем у нас зависит. И дело в том, что, конечно же, мы работаем только после того, когда мы заручаемся поддержкой и помощью родителей. Мы не можем работать вне контекста семьи. Мы работаем таким образом, что ребенок всю его жизнь находится в семье, рядом с родителями. И на самом деле, если вы обратите внимание, присутствует специалисты, это ситуативно. Поэтому мы работаем с родителями, которые являются, естественно, основным лицом для ребенка, который, собственно говоря, проведет его через жизнь. Поэтому, если родители согласны на наше тесное сотрудничество, на работу в команде, мы приступаем к работе. Родители определяют запрос, определяют свои ожидания и дальнейшие, собственно говоря, планы. Мы помогаем их, собственно говоря, оформить в измерение понятия и начинаем работать. И можно еще добавить о том, что наша работа предполагает постоянной супервизии. То есть все специалисты, которые работают в области прикладного анализа поведения, супервизируются. И даже, если вы помните нашу первую презентацию, я говорила о том, что есть сертифицированные поведенческие аналитики ICPA, даже специалисты высокого звена в этой области деятельности, тоже постоянно супервизируются, интервизируются. То есть наша работа предполагает постоянное кураторство, сопровождение со стороны коллег. Ну и мы можем продолжить, так сказать, трехкомпонентное модель поведения — это основа основ, с чем мы имеем дело постоянно в нашей работе. Существует закон формирования поведения, который говорит нам о том, что поведение, которое у нас обозначено в центре буковкой B как behavior, определяется двумя факторами. Двумя факторами. Это стимулы, которые предшествуют этому поведению. Они у нас здесь даже SD, но это, на самом деле, можно просто обозначить одним словом. То есть есть некие стимулы, которые запускают поведение. И, коль скоро мы говорим о прикладном анализе поведения, о поведенческом анализе, то мы говорим об аббирантном обуславливании, поэтому мы не можем не учитывать, скажем так, я бы даже сказала, учитываем главным образом те последствия, которые следуют за поведением. Итак, у нас есть что-то, что предшествует поведению, у нас есть само поведение и у нас есть последствия. И говоря об операторе уславливания поведения, мы постоянно говорим о том, что поведение, если повторяется, если оно вообще повторилось хотя бы один раз, это значит, что последствия, которые следовали за этим поведением, его подкрепили или усилили. Поэтому буковка R, которая стоит в последнем блоке, это reinforcement, то есть это подкрепление или усиление или поощрение, как в разных переводах называется по-разному, то есть это нечто, что поведение подкрепляет и усиливает. Я бы хотела сказать, что вообще вот эта модель поведения, она работает и здесь, она работает и у нас, и здесь, и сейчас с вами, и с нами, да, с нашими людьми, да, то есть это, собственно говоря, работа на людях повсеместно. Вы ходите на работу, у вас есть определенные стимулы, которые запускают ваше поведение пойти, с утра встать, да, пойти на работу, вы работаете и получаете за это определенные последствия, без заработной платы, например. Имеете ли это даже на этой премии? Или, например, существует понятие внутреннего поощрения, когда чувство удовлетворения, гордости за результат своей работы является поощрением, внутренним поощрением для человека. И, то есть, если рассмотреть, например, такую простую ситуацию, как вот, мы говорим о том, что последствия формируют поведение, и вот если говорить, например, про ситуацию сегодняшнюю с таксистом, которому я сказала, что в Егатеринбурге все вежливые люди, я думаю, что его поведение, поскольку он мне дал очень такую позитивную обратную связь, он улыбнулся, говорит, да, да мы тут вообще-то все такие грамотные, такие вежливые, вы вообще молодцы. В общем-то, в какой-то степени можно говорить о том, что поведение мое подобные реплики таксистам давать, оно усилилось. По мне, возможно, что во второй раз мне будет еще проще сказать, какие вы же тут все вот вежливые и молодцы, потому что вот мое поведение было таким образом усилено. Я бы хотела более подробно остановиться на том моменте, что может выступать поощрением у нас вот такой. Вообще, хотелось бы, конечно, если это возможно, чтобы высказать. Да, может быть, кстати, у кого-то есть какие-то предположения, что может быть, что может в нашей жизни являться для нас поощрением, подкреплением, что это может быть? Шоколад? А, похвалай! Да, вот, вы знаете, я все про шоколад, если честно, всегда. И про кофе. Пах-памар, это социальное поощрение. Еще, может быть, какие-то есть идеи? Материальное поощрение, да. Тенчку, рейнфорс, ощутимое такое, то, что можно в руку. Как говорят, спасибо, нахрен не верю там, не положу, что на нас не верю. Да. Пятерка. Пятерка, да, совершенно верно. Есть такое. Удовольство. Удовольство надо сразу понять, от чего угодно. От ощущений. Например, ребенок, по каким-то причинам нужно, чтобы мама обратила на него внимание. Ну, он, значит, один раз ее позвал, второй раз ее позвал. А потом он, например, просто садится и начинает кричать. Да? И мама тогда, значит, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что, ну что с тобой, что это значит. Какое поведение было закреплено в данной ситуации? Не то, что он, пусть не ей первый раз сказал, там мама, там и там мама. А было закреплено то поведение, то есть последствия позитивные для ребенка, оно произошло после того, как он, так сказать, сел и дал ребенка. Соответственно, это поведение и будет подкреплено памятным вниманием. Да, обретели. Хотелось бы вам более подробно, да, на нет их поощрениях. Если мы говорим, что поощрение может быть все. Все, что угодно. А более того, это будет зависеть от того, для кого мы выбираем поощрение. Я вас уверяю, что если мы сейчас, если мы как-то поздравляем, делаем этот вопрос, что для вас, например, было бы поощрением, к примеру, за что бы вы стали сейчас, например, сделали определенный вопрос. Например, на работу или, например, похлопали в ладоши, что для вас было бы, например, то есть я бы сказала, пожалуйста, похлопайте в ладоши, я за вам, за это конфетку дам. Я думаю, что большой спой людей, спасибо вам большое, одного человека вы нашли, к сожалению, где-то там, возможно, у меня было, на перерыве, пожалуйста, отсроченное спасение, нехорошо. Конечно же, вот у нас я нашелся один человек, для которого будет, это за конфетку прекрасно, остальные не хлопали, за благодарность. То есть и так далее. Каждый может назвать, что он будет это делать. Естественно, мы можем все это прояснять. И я просто хотела сказать, что у нас в работе мы часто используем, особенно когда мы разговариваем между собой, то есть вот это, какой-то диалог у специалистов, то мы часто можем использовать такую фразу. За что работаем? То есть мы, например, работаем с Игору, мы говорим, а за что работаем? Звучит, ну, конечно, несколько цинично. Или мы, например, можем сказать, ну, да, он любит, например, там, я не знаю, мультики, ну, работать за мультики он не будет. Звучит немножечко грубовая, может быть, и цинично, но на самом деле определять, потому что, дело в том, что бывает, что человеку нравится какое-то, ну, вот, не нравится кофе и шоколад, да, но, например, даже если не очень большой шоколадку пообещают, я, например, трое выходных подряд работать не буду. Двое, может быть, буду, трое точно нет. То есть, как бы, поощрение, оно, как бы, до какой-то степени оно может работать, в какой-то степени, а если, например, много шоколада съем, то я уже, в общем-то, и рассматривать это не буду в качестве поощрения. Правильно, конечно? То есть давайте, мы сильно не будем, на самом деле, хотели еще на входе договориться, что мы не сильно не будем зачитывать то, что у нас здесь на слайде, мы будем параллельно рассказывать, а вы можете посмотреть, почитать, да? Я буквально в базисах хотела бы обозначить, что безусловные поощрения – это те, с которыми человек рождается, это, естественно, еда, сон, да? Это у нас, наверное, возможности так быть, это какие-то вещи, такие, связанные с физиологией, нет, которые у нас у всех есть, они рождены. У нас есть условные поощрения, если легко и быстро представить себе это, я могу вам бы сказать, как у ребенка появляется обусловленность на мать, да? Какой он родился, мама, естественно, связана для него с едой, молоко, с теплом, комфортом, безопасностью, такими ощущениями, да? И вначале голос мамы, он выступает для него нейтральным стимулом, он только его начинает слышать, да? И, но когда мама его кормит, она с ним разговаривает часто, да? Соответственно, эти стимулы, то есть соединяются, грубо говоря, тепло, комфорт, еда, замечательно. И мамин голос, и мы смотрим, мы наблюдаем, что в какое-то время, как в какое-то время, да? Наблюдаем, что голос мамы становится тоже, у него такие же позитивные реакции, у ребенка появляется не просто на голосе. Так вот, таким образом соединяется, 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 и у нас, у каждого из нас, на самом деле, есть индивидуальные условные поощрения. Это игрушки, занятия, активности, это деньги, 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 даджики, обобщенные. То есть у нас появляется набор своих собственных поощрений, связанных, и это индивидуальный опыт каждого человека. Обобщенные поощрения, знаки, деньги, токены, жентроны, пожалуйста, взятые. Собираем, вы знаете, как в супермаркете, я не знаю, у нас проводят такие акции, в супермаркете дают наклеечки, потом дают скидку. Ну, то, чтобы система лучше принята. Система лучше принята, у нас постоянно, и постоянно что-то собираешь, и тут как раз можно понять, является ли конечный результат для нас чем-то значимым, да? То есть будем собирать эти наклейки для скидки на определенный товар. Все верно. И хотелось бы сказать, что мы в нашей работе, дело в том, что мы очень часто, начиная работать с ребенком, мы вынуждены, в силу того, что у нас изначальный репертуар поощрений, подчерклений или усилителей по разных, ну, как в разных переводах, он называется по-разному, по-английски, если это слово, рейн-фольс, он всегда, набор этих поощрений часто бывает ограничен, потому что часто дети, с которыми мы начинаем работать, интересуются крайне малым количеством вещей. Мы часто начинаем использовать в нашей работе, чтобы начать делать хотя бы что-то, мы начинаем использовать тот небольшой спектр, который у нас есть на входе, то есть что-то, что ребенок любит. И часто, ну, то есть это те, там, мы знаем о том, что своеобразие, своеобразие интересов и, там, ну, как, это является одной из, там, если мы говорим о отряде, который, значит, является критерием при этом, по основке диагноза аудизма, то своеобразие деятельности, своеобразие интересов, это вот одна из совершенно этого треугольника. И, соответственно, мы знаем, что дети могут интересоваться с математифичными, скажем так, вещами, но мы, начиная работать вот с этим узким спектром, мы, во-первых, стараемся его как можно больше расширить, и в процессе нашей работы мы стараемся начать использовать поощрения, которые являются более, которые являются приемлемыми для нашего общества, которые используются обычными, нейротипичными людьми. То есть это социальное поощрение, это похвала, улыбка, объятья, там, мы вместе садимся в моем лесенку или что-то, там, смотрим вместе мультик. То есть одна из целей, которую мы постоянно держим в голове работа с ребенком, это расширение спектра поощрений и переход от искусственных, от каких-то, может быть, там, от жиронов, например, от тех же, переходим к тому, что принято в нашей своей жизни. Дальше, да? Да. Эффективность поощрения. Мы на каком-то из мероприятий, у нас была какая-то совершенно афористичная такая, что поощрения должно быть сразу, много, только после, сразу много. Есть четыре фактора, которые определяют эффективность поощрения. Это депривация, это размер, это обусловленность и четвертое – незабедительность. То есть, чтобы поощрение было эффективным, оно должно быть вот таким, 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 как я сказала. Ну и вот здесь вот здесь чуть более подробно написано о том, как же нам сделать так, чтобы наше поощрение работало, чтобы наши подкрепители, которые мы используем в своей работе, для того, чтобы удерживать нужное поведение, для того, чтобы создавать новые навыки, чтобы формировать нужное поведение. Мы должны постоянно думать о том, а что ребенку будет интересно сейчас, как мы можем его подподрить, замотивировать, подкрепить то, что нам нужно. Мы постоянно должны. И вот, откровенно говоря, это одна из самых сложных задач вот в нашей работе – это иметь необходимый набор поощрений. Когда я была на стажировке в «Алтезм-барберше» в этом году, я бы посчастливилась там месяц стажироваться, мы делали такое задание, то есть мы у нас, значит, к нам приходил малыш, гонконгский малыш, вот. И мы, значит, у нас цель, которую мы ставили, поведенческая цель на наше первое занятие для нас, тех, кто там проходил стажировку, звучало так, как вот у вас сейчас происходит полтора часа, ребенок будет находиться с вами в одной комнате, там миллион игрушек, миллион вообще всего на свете, что так только может быть. Ну, надо сказать, что организация, конечно, очень работает, очень профессионально, поэтому игрушек там просто нереальное количество. Вот. И, значит, мы должны сделать так, чтобы ребенку было весело, да, чтобы ему здесь понравилось, чтобы ему понравилось с нами, и параллельно мы должны были собрать информацию о том, что для него значило. То есть каждый из нас должен был на выходе иметь список поощрений, подкреплений. То есть мы взаимодействуем с ребенком и замечаем, что ему нравится, на что он обращает внимание, что он берет в руки, что он может отдачить, что он отдает неохотно, что вызывает у него улыбку и прочее. Когда у нас такой перечень был составлен, и мы с гордостью его продемонстрировали, значит, нашим кураторам, организаторам обучения, они сказали, очень хорошо, на следующем занятии вы должны 20 пунктов к этому списку прибавить. Найдите, значит, и создайте еще 20 поощрений. Потому что действительно большое количество поощрений, подкрепителей и будущих интересных штук, которые ребенку нужны и важны, это залог того, что работа будет успешной. Я бы хотела добавить такой интересный факт. Было проведено исследование. Это к вопросу часто задают родители. Они говорят, что вы будете, правда, кормить конфетами моего ребенка? Говорим, мы его брата. Ну да, шучу. Было проведено исследование. Это по поводу выбора поощрений. Исследование, в котором исследовались различные поощрения. Например, еда. Мужкость и все. Активности. Это игры. Например, покачаться на пледе, попниматься с мамой, попрыгать, попрыгать, попрыгать на батуте, покачаться на качеле. Что еще? Да, хоть что. Массаж. Было приведены поощрения, такие как введенные жетоны. И были еще поощрения в виде игрушек и так далее. То есть много-много-много-много. Не буду все совсем перечислять. Это такое было очень интересное обзорное исследование, которое показало, что дети в большинстве случаев выиграл этот марафон активности. Вот такая интересная вещь. Как вы понимаете, активность, игры и взаимодействие с другими людьми для нас, как для специалистов, это просто вершина. Мы стремимся к этому. Мы стремимся к тому, чтобы наши дети становились более социальными, чтобы они были настроены на взаимодействие и так далее. Конечно же, мы будем использовать такие поощрения, которые естественны в первую очередь. Ну да, на самом деле, вот в моих собственных поведенческих планах, даже тоже недавно обратила внимание, у меня, как правило, в каждом поведенческом плане для каждого ребенка есть одна из целей. Это, например, добавить новую игру. Или там научиться играть на ксилофоне. Или там, значит, на следующем месяце у нас будет, например, добавить новые, там, два вида новых масс. И это, значит, не просто добавить в вид деятельности, которую ребенок освоил, а это действительно то, что мы потом сможем использовать как подкрепление, как пошли. И то есть ребенок должен увеличить такой, такая задача, что это попало. Дальше. Дальше мы понимаем, что поведение может встретить в качестве последствий не только подкрепление, но и наказание. То есть некая негативная последствия. И здесь нужно понимать, что с точки зрения поведенческого анализа, в терминах поведенческого анализа, наказание имеет несколько другое значение. То есть не нужно представлять сразу, значит, вот такую вот, например, сцену, где там папа отчитывает ребенка. Или там занесенную руку, которая уже, значит, готова хлопать по попе малыша. Нет, это не обязательно. Наказание в терминах поведенческого анализа – это любой фактор, любое событие, которое останавливает поведение. То есть, если у меня есть поведение ходить по сцене, и сейчас кто-нибудь из вас, например, скажет. Вот, кстати говоря, отличный пример. Пример наказания я сейчас встретила. Я пошла, и там был яркий свет, в котором мне некомфортно поворачивать голову в сторону зала. Фактически, можно сказать, что, ну, я не знаю, как его назвать наказанием, но фактически вот то, что мне, например, яркий свет, который я, значит, с которым я встретилась, он остановил мое поведение ходить по сцене. С точки зрения прикладного анализа поведения мы рассмотрим вот это вот обстоятельство как фактор, который остановил мое поведение хождения по сцене. То есть это наказание. Ну, еще есть позитив пальничный, негатив пальничный. Ну, мы, по-моему, решили не вдаваться, да? И, значит, еще раз, еще раз. Концептуальная такая базовая вещь в прикладном анализе поведения. Поощрение или подкрепление, или усилитель. Это то, что увеличивает какие-то параметры поведения, делает его чаще, больше интенсивнее. Наказание – это то, что поведение останавливает. Это, наверное, самое важное, ну, одна из самых важных вещей, которую нужно точно знать, если вы в этой области. Ну, на самом деле, все вообще просто нужно знать. Закон отбедения – это то, что помогает нам жить. Мне бы хотелось привести пример, да? Мы, опять же, не будем пробегать по всем пунктам. Мне бы хотелось привести пример вам использования наказания и почему это нежелательно. Почему в нашей практике мы стараемся позитивно, то есть наш подход позитивный. Мы работаем на поощрении. Мы хотим научить ребенка новому. И, соответственно, почему мы совершенно… Почему мы не можем использовать эти цели и наказания. Да, почему мы не можем использовать наказания. Представьте себе банальную ситуацию. Кухонный стол, на столе конфеты. Шкаф. Ребенок подошел и говорит, «Мама, можно?» «Да, одно». «Бывает так?» «Бывает». «Он съел, он хочет еще. Можно?» «Нет». «На завтра». «На завтра». «Постой ко мне на завтра». «Да». «Дети не умеют на завтра». «Маленькие спины». «Я тоже». «Так вот». «И представьте себе такой момент, что, например, вы говорите, «Нет, ребенок вот так делает». «И тут, к примеру, происходит». «Ну, нельзя». «Там я же тебе говорила, что ты что, не снорчишься?» «Что сделать ребенок?» «Он отернет, конечно, руку вот так». «Это будет, безусловно, будет фактор, который остановит его поведение, брать конфеты в данный момент». «Наказание сработает» в той ситуации. «100%». «Наказание работает». «Да». «Да». «Если наказание, которое правильно применено, оно всегда работает, и выработает очень быстро. Монентально. Как вы думаете, какая дальнейшая стратегия развития вообще вот этой ситуации? «Найдите, когда вам он будет». «Да нет». «Это правда». «Вы его дошли». «Наследу-то хочется, ладно». «Вы отошли, вы там что-то делаете, и так далее». «Или он скажет, это не я, это…» «Собака». «Или брат». «Или папа». «Папа». «Папа». «Папа не так». «Ну, то есть, в общем, так, не перебивай. «Итак». «То есть, что из этого получилось?» «Мы, ребенка, не научили нового». «Какой новый навык он не обрет здесь?» «Ну, ману». «Быть внимательным». «Быть внимательным». «Иметь хорошее боковое зрение». «Хорошее боковое зрение. Наблюдать, если он наблюдает, как мама так, а она достаточно ли отошла на хорошее расстояние, что я успею чуть-чуть?» «Так, как я…» «То есть, по факту, ну, насколько это функциональный навык?» «Ну, нужно подумать правильно». «Когда мы используем позитивный подход, поощрение, да?» «Мы учим нового». «Мы не учим избегать наказания». «Мы не учим поведению избегания чего-либо и будь такого в среде, чтобы ребенок научился быстренько хитрить и уходить за препятствия». «И как часто родители говорят, вы знаете, как он мной манипулирует?» «О, май гад». «Да?» «То есть, наказание, оно имеет ряд совершенно таких побочных эффектов». «И мы бы хотели показать…» «Да, у нас есть замечательное видео, которое показывает о том, чем чревато наказание. Как мы останавливаем поведение друг друга, как это сказывается на тех людях, которые нас окружают. Такой ролик, конечно, это не из области прикладного анализа поведения совершенно, но ролик, который очень хорошо показывает…» «Такая, своего рода социальная рекламная, что ли, да?» «Я только сейчас вот не буду найти…» «Счастливый, да?» «Как ребенок остановится в нежелательном поведении?» «Правильно я вас поняла?» «Давайте только почетче сформулируем цель. Мы хотим, чтобы что произошло? Чтобы ребенок нам еду не взял?» «Хорошо. Давайте мы остановим вашему поведению задавать вопросы…» «Как вам говорят?» «Мы ответим на ваш вопрос после того, когда зачитаем тему по нежелательному поведению, я думаю, что вы найдете ответ. Если вы не найдете, я помню про то, что вы спросили. Хорошо? Потому что он немножечко предвосхищает, я бы сказала, наш рассказ. Ладно?» «Итак, небольшое трогательное видео о том, что наказание – это не очень хорошая штука». «Можно, пожалуйста, свет?» «Включаем?» «Ты чего, малявка, осторожней!» «Да чего стоило?» «Да чего стоило?» «Давай раздувать!» «Привет, Джерин!» «Давайте вас!» «Все ужас такое!» «Отцепились!» «Давайте вас!» «Поехали!» «Давай!» «Отцепились!» «Это я проком sistem!» «Есть совершенно интересный эффект «пумеранга». Как вы видите, тот, кто начал, там вообще что? Ну, мысль, конечно, здесь известная всем нам, и мы подобные видео, скорее всего, видели, но просто действительно это иллюстрирует то, как появляется побочный эффект при применении наказания. Потому что то, что мы... Ну, потому что это... Потому что это понятно. Так. Две глобальные темы. Действительно, в прикладном анализе поведения есть два таких огромных блока, о которых можно говорить очень много. Ну, действительно, информации, которые можно рассказать по прикладному анализу поведения, огромное количество. И мы пытаемся сейчас какие-то вот самые базовые, самые основные вещи до вас донести, поделиться с вами и рассказать. И вы, безусловно, уже хорошо запомнили, что такое поощрение и наказание. Мы потом вот вернемся к этой теме, и каждый из вас уже сможет, сможет уже спокойно оперировать этими терминами и рассказать, чем одно отличается от другого. И как они работают... Какое влияние они оказывают на поведение. Те же законы поощрения наказания работают в... Как сказать? Применяются в этих двух глобальных темах тоже. Тема номер один — это коррекция нежелательного поведения. Действительно, дети, с которыми мы работаем, очень часто, очень часто имеют какие-то проблемы, связанные с поведением. И бывает так, что мы не можем начать работу по обучению ребенка, по его... Ну, развитие, наверное, не очень количество. Мы не можем начать работу по обучению ребенка, не преодолев тех проблем, которые у нас есть. Вот, например, если ребенок... У него есть истерики, или если есть агрессия, или есть самоопреждающее поведение. Мы... Такие проблемы, они блокируют возможность... Массу возможностей. Вы с этим согласитесь. Поэтому тема нежелательного поведения — это огромный раздел в области прикладного анализа поведения. И ему посвящено... Нежелательному поведению посвящено очень много. Ну и вторая тема — это, собственно, развитие навыков. Вот, академические навыки и навыки самообслуживания. Мы начнем с блока нежелательного поведения. Нежелательное поведение... Давайте сразу определим, что мы понимаем. Что значит нежелательное? В первую очередь, конечно, это опасно. Опасно для ребенка, опасно для окружающих. Это самое поближенное решение, и специалисты говорят, это автоагрессия, самоагрессия. Сейчас мы слышим вот такие фразы, когда ребенок сам ударяет себя, например, да? Причиняет себе боль и вред. Это опасно для окружающих, когда он причиняет боль и вред другим людям. Или, может быть, животным. Животным. Да? Уже в радио наше душу нельзя сбывать. Социально неприемлемое. Я знаю, что мы много времени обсуждали на тот момент, что, в принципе, если ребенок идет по улице, прыгает, какие-то издает звуки, машет руками или что-то такое. Ну, пусть себе машет. Но мы с вами говорим все-таки об адаптации. Если мы будем употреблять этот термин «адаптация», то мы не можем не применить определенные рамки, в которые мы все с вами загнали. На самом деле. Если мы будем рассматривать это. У нас есть общества, в которых есть определенные правила поведения. Вот мы сегодня были восхищены вежливостью Никитинбуржеской. Да? Это общественная ценность. И если мы встретим грубого человека на улице, ну, скажем, «Да ты знаешь, я не хочу с тобой не сделать. Спасибо большое. Всего доброго. Дружище, да? Правильно? То есть, если мы встречаем человека, который по каким-то причинам как-то, так скажем, отличается, разительно отличается, более того, нам сложно после этого с ним взаимодействовать и контактировать, то, к сожалению, такой человек будет обделен определенным количеством того же самого общества, общения и взаимодействия. И если прыжки на улице, взмахи руками и какие-то громкие возрасты или подобное поведение будет ребенку мешать, налаживать, оттачивать контакты со сверстниками, наверное, это нужно устраивать, а мучить его, правильно? Это не значит, что он не сможет это сделать дома. Мы много чего с вами, я думаю, что мы не будем, опять же, разговаривать про то, сколько всего странного мы делаем дома. Почему бы и нет? Есть определенные места, где это можно себе позволить. Легко и непринужденно. Спеть души, пожалуйста. В автобусе подумаем. Наверное, так. Поставить себя по очки. Запись на про очки. Может быть, вы все поаплодируете, и вы будете петь непрерывно. Да, и решающие. Иначе, да. И у нас, в нашей работе часто бывает так, что поведение, есть определенное поведение, которое мешает учебному поведению. То есть, если ребенок, ну, тут есть такое смещение, то есть отсутствие навыков определенное, или наличие поведения, которое мешает учебному поведению. Это такое немножечко сложно выделить. Но это уже стареем не будем говорить о функциях, это вопросов и навыках в этом случае. Ну, в общем, определенные есть поведения, которые мешают учебному поведению. То есть, если ребенок раскачивается на стуле, если он постоянно топает ногами, если он постоянно вертит головой, у меня не будет возможности даже, скорее всего, предъявить ему инструкцию таким образом, чтобы он меня услышал. То есть, есть поведения, которые делают невозможный мой контакт, мой контакт как специалиста с ним, с ребенком. И такие поведения тоже подлежат коррекции. Мы будем с этим работать. Они тоже будут объяснить к нежелательному поведению. И нельзя не заметить, что вообще отлично глобальная цель, такая глобальная долгосрочная цель врачу тебе, отдать ребенка в школу, где ребенок находится в детском коллективе. И вы знаете, какие требования предъявляются для учеников. Это сформированное учебное поведение. Правильно? Это когда ребенок умеет сидеть за партнер, и не мешать в сознании. Как правило еще слушать, и как правило еще слушать инструкции, выполнять инструкции. То есть, определенный есть набор таких навыков, которые именно входят в понятие сформированное учебное поведение. Когда мы работаем с нежелательным поведением, мы используем огромное количество информации, огромное количество знаний и умений. Работа с нежелательным поведением требует действительно хорошей подготовки. Нельзя полагаться на... Как же можно так сказать? Мы должны в нашем... Когда мы работаем с нежелательным поведением, когда родители обращаются за помощью к специалисту, они должны быть уверены в его компетенции. Потому что часто бывает, что нежелательное поведение, если мы особенно говорим о первом виде, агрессии, аутоагрессии, это очень сложное поведение. У них часто бывает несколько функций, у них бывает сложная топография, по ним бывает сложно собрать данные. Поэтому очень важно, чтобы работать с такими видами это как раз то, что я хочу получить, демонстрируя то или иное поведение. То есть, например, мы можем, наверное, просто начать постепенно рассматривать, как у нас этот функциональный анализ делается, и вам будет понятно, потому что достаточно подробно вы готовите слайд, посвященный функциональному анализу. Итак, у каждого поведения есть цель, то есть функция, оно происходит за чем-то, оно достигает какой-то цели, это важно понимать. Итак, с чего мы начинаем нашу работу? После того, когда мы встретились с родителями, обсудили, обсудили, что мы будем, собственно говоря, на чем тут работать, и, в общем, верю, что есть определенное поведение, которое желательно с ним как-то работать, да? То есть, может быть, уменьшить, и вообще прекратить, если это опасно, и ребенку совершенно не нужно, и смотрите, какой момент. С чего мы начинаем? Мы начинаем собирать информацию. И есть у нас два способа таких, это мы можем составить интервью с родителями, мы можем с ним беседовать, когда началось, как усиливается, как оно выглядит, как вы думаете, с чем связано, мы всегда спрашиваем, потому что она очень все, 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 родители сами в состоянии прекрасно понимают, о чем мы речим, то есть, они бывают, и та, и другая ситуация, когда они могут сказать, вы знаете, я не представляю, зачем это нужно. Еще есть ключевой вопрос, который иногда просто вот-вот сразу расставляет, ну, может, не все, но очень многое по местам, это мы задаем родительный вопрос. Как вы думаете, в какой ситуации это поведение не происходит? В какой ситуации, по вашим наблюдениям, такое поведение никогда бы не могло произойти? Вот ребенок там, ну вот, ну, щиплится и щиплится, и щиплится, и щиплится. Мы говорим, а есть ситуации, в которых оно никогда не может возникнуть? И, например, родители, как вот, будут говорить, да, ну, когда я сидим, например, я читаю, ему сказку, вроде, у меня ребенок сидит на коридоре, ни разу не было, чтобы он меня ущипнул. И, честно говоря, это уже такой будет для нас ключ, да? Вопрос, в какой ситуации это поведение никогда не могло бы произойти? В какой ситуации это поведение не произойдет? Ключевой вопрос. Так же, как, в принципе, вопрос, в какой ситуации она происходит всегда. Как вы думаете, кстати говоря, вот это вопрос, в какой ситуации никогда бы не произошло поведение, помните, как я вот рассказывала про мальчика, девочка, может быть, у кого-то представила. В конфетке нет? В конфетке. Как вы думаете, что за ситуация должна быть, чтобы такого поведения вообще не было? Конфет не должно быть не станет. Да, спасибо большое. Видно. Их не должно быть видно, или они просто отсутствуют. Это очень неизвестно. Как это? Отсутствует конфетка на столе и поведения нет. И следующий момент, после того, когда мы обсудили полностью с родителем, задали все интересующие нас вопросы и услышали то, какая есть информация на жизни, мы переходим к прямому напряму, к новому напитению на поведение. Это основной наш, я бы сказала, основной наш способ сбора информации. Основной метод. И еще раз, и еще раз вопрос о компетенции, компетенции, к вопросу о том, как вы можете оценить работу специалистов в этой области. Если вас выслушивают по телефону, я сейчас как бы гранитер, да, перелила, в первую очередь. Если вас выслушивают по телефону, говорят, а, вот так, вот так, вот так, я знаю, что делать, делайте вот так, вот так, вот так. Это не тот метод, о котором мы сейчас Маша и вам рассказываем. Так не бывает. Поведенческий план по работе с нежелательным поведением может быть построен только на основе большого количества прямого наблюдения. Что такое прямое наблюдение? Это когда мы не вспоминаем, что там вчера было, как-то он там что-то посмотрел, потом побежал, потом он попрыгнул. Это когда мы сидим, происходит эпизод поведения, и мы в течение десяти минут после этого эпизода, в течение десяти минут, не более того, это тоже не срастает, в десять минут возникли, но тем не менее, сразу во время того, как это поведение происходит, или сразу после него мы фиксируем информацию, мы записываем, заполняем специальную форму. Ну и мы, да, мы действительно используем видео, часто бывает, что поведение, которое происходит дома, только дома, бывает, что оно происходит в вечерние часы, утренние часы, в ночные часы. Мы часто просим родителей писать видео. Ну, на самом деле, бывает, что родители замечательным образом ведут прямое наблюдение и заполняют форумы ЭЛИБС или ДПП, эти форумы мы сейчас покажем. Достаточно успешно сами. Да, это действительно так. Но для того, чтобы нам начать наблюдение, да, мы по какой-то части определенно посмотрим, но нам нужно составить рабочее определение поведения. Нам нужно определить, что мы будем наблюдать и что называется вот этим нежелательным поведением. Часто очень родители говорят, у ребенка истерика. Что значит истерика? Представляете, сколько вариантов может быть истерика? вообще в жизни? У каждого кто-то просто громко кричит, а может кто-то плачет волча, кто-то упал на пол, кто-то еще что-то делает. То есть чувствуете, на самом деле мы должны определить поведение таким образом, чтобы оно было измеримое, чтобы любой, кто прочитал вот это определение, понял, о чем идет речь. есть еще один очень хороший критерий, как понять, что рабочее определение составлено хорошо и грамотно. Мы часто работаем в паре со вторым специалистом или даже иногда в команде. И наши коллеги, которые работают за рубежом, это вообще обычное дело, что с ребенком со сложным случаем работает несколько человек, команда. И в этом случае рабочее определение поведения должно быть составлено таким образом, чтобы любой участник этой команды понял, о чем идет речь, зачем он наблюдает, как он может оценить, началось это поведение или нет, то это поведение или не то. То есть это полная исчерпывающая информация в измеримых термиях. Определенно. Опять же не будем говорить о том, что собственно есть 4 параметра, которые учитывают и составляют рабочие активы. Здесь в принципе это описано, что это условие, описание, начало эпизода, окончание эпизода. В эпизод мы и говорим одна из тех. Да, то есть мы на самом деле есть такое понятие эпизода, то есть это некий тот то, что входит внести но собственно в нашу табличку по сбору информации. это вот какой-то период времени, когда поведение продолжается. Но если у нас на самом деле там коридори на поведение конечный продукт, то там тоже может быть как-то ну то же самое будет. И рабочее определение нам все равно в любом случае будет необходимо, потому что мы будем понимать, что у нас результате это поведение имеется на выходе. Это скажем единица поведения. Единица поведения, хорошо. Так, пример рабочего определения. Так, пример рабочего определения. Я не знаю, имеет ли смысл зачитывать, давайте просто мы можем еще раз проговорить, что должно быть у нас какую информацию нам нужно внести в это рабочее определение поведения, чтобы любой специалист, который работает, понимал, о чем идет речь, чтобы родители, которые собирают информацию по поведению дома, могли хорошо и правильно заполнить форму наблюдения за поведением. Вы чувствуете, как разница теперь для нас понятие истерика или то, что описано здесь на отброски. Да, потому что на самом деле, когда мы говорим у ребенка произошла истерика, у каждого из присутствующих в голове будет нарисована своя какая-то картинка, я думаю, даже фук соподающих не найдется, потому что и продолжительность, и интенсивность, и прочие параметры у каждого представляются совершенно индивидуально. Хорошо? Вот так вот выглядит наша любимая форма, форма ABC. Почему ABC? Потому что, как мы с вами помним, мы же с вами разбирали на втором слайде трехкомпонентную модель поведения, которая состоит из чего? Кто помнит? Стимул поведения и последствия. Замечательно. Очень здорово. Стимул поведения и последствия. ABC Anticident Behaviour и последствия. То есть предшествует поведению, поведение и последствия. Но мы в эту таблицу часто вносим еще дополнительную информацию, хотя иногда вот эта вот форма, иногда мы просто используем вот эти вот только три графы, которые в середине, ну нет, до времени мы, конечно, поставили. Иногда вместо людей интенсивность иногда не фиксируется, ну просто вы можете, когда вы будете, если вы кто-то помните, значит, иметь дело с такими таблицами, вы можете какие-то вариации увидеть этой формы, да? Но ключевое, что будет нами анализироваться самым тщательным образом, это вот эти вот три графы, которые в центре. До, то есть те стимулы, которые предшествовали поведению, поведение, то есть топография поведения, собственно, что происходило, что было за поведение. И после, что произошло сразу, после того, как поведение закончилось, после того, как эпизод закончился, какие последствия встретила поведение? Теперь я. А, это твой мусор? Нет? Потом обязательно поменяемся, не стану. Хорошо, хорошо. Я хотела немножечко по поводу этой формы сказать, последнее такое, ключевую мысль. Как вы думаете, достаточно ли нам посмотреть один раз один эпизод, одну единицу поведения посмотреть? Вот, к примеру, там, Кристина, помните, на предыдущем флайде, она там у нас всхакивалась за стола, издавала звуки и двигала противопринятой. Достаточно ли нам будет один раз наблюдать это? Нет. есть определенное количество таких, я бы сказала, эпизодов, да, единиц, которые мы должны пронаблюдать, тщательно записать и после этого только сделать определенный анализ, приступить к дальнейшим шагам. Смысл в том, что нередко бывает, что когда мы начинаем фокусироваться на каком-то поведении ребенка, то бишь, представляете себе, как это может выглядеть. Вот у нас Христина бегает на занятиях и мы, я, ребенка, не приглашать меня, Маша, давай, приходи, пожалуйста, посмотри, давай, начнем с Христиной. Хорошо, я прихожу, сажусь на занятиях, я как и серый артинал, да, я не должна как-то отсвечивать, если разрешите мне такую вольность, и я фиксирую определенные наблюдения, которые мы, собственно, и потом будем использовать в работе. Нередко бывает, что в этом поведении не будет, потому что пришел новый стимул в моем улице. То есть, по идее, наблюдение, это, наверное, один из длительных подготовительных этапов. Мы будем запишем здесь минимум пять, а лучше, больше. Да, ну, я, например, часто бывает так, что, в работе, дело в том, что, когда, например, я объясняю кому-то из родителей, как эту формочку заполнять. Мы обычно договариваемся о том, что мы собираем восемь-десять эпизодов. Причем мы обычно договариваемся так, что родители, заполняя первые два эпизода, присылают мне посмотреть, мы обсуждаем достаточную информацию, где дополнить, где она испыточна, а дальше родители собирают, например, в восемь-десять. Ну, если это, если это поговорим об информации, которую родители готовят сами, сами наблюдения, которые ведут родители, да? Ну, то есть, восемь-десять эпизодов уже какой-то такой объем информации для анализа достаточно. Пять, почему я сказала, минимум пять, минимум пять рабочих эпизодов, не связанных, опять же, с присутствием, это когда уже ребенок привыкла ему наличию, когда уже его поведение вернулось обратно, так скажем, на свое обучение и естественное, так скажем, время и так далее. Больше, больше. Все верно. И тоже совершенно монументальная такая штука про цель поведения. Мы говорили уже в своей презентации в первый день о том, что можно выделить три основные цели. Это достижение чего-то, то есть получение чего-то, это избежание чего-то и получение каких-то ощущений. Если мы говорим о получении чего-то, то это значит, что что-то будет в нашу окружающую среду добавлено, и мы хотим, чтобы это что-то было добавлено. Если мы говорим об избегании, то мы говорим о том, что есть некий неприятный стимул, которого я избегаю. Здесь вот интересный момент, например, вот мы говорим о том, что у нас похвала может быть пощениям, да? Вот, например, такая ситуация. Мама пришла встречать мальчика в школу, и она видит, что мальчик уходит из школы, все рядом с ним идет девочка, и он несет два парчеля. Мама думаю, господи, какой у меня молодец ребенок, да? Какой он джентльмин. Она подходит к мне и говорит, «Да ты ж мой молодец, ну какой ты умничка, ты помогаешь, да, мальченьки?» И расцеловывает его, значит, соответственно, очень эмоционально в обещании. Похвала, похвала. Но что мы, скорее всего, будем наблюдать после этого? Скорее всего, это поведение будет, мамино поведение будет некоторым неприятным стимулом для мальчика. И, скорее всего, в следующий раз, если он захочет девочке помочь, он не захочет выйти из школы, ну, как бы, он постарается избежать то ситуация, в которой он встретит маму, которая увидит его с двумя портфеля. Согласны? Ну, потому что ситуация была, ну, предположим, она была к нему неприятной, да? В таком случае, ну, я как бы так несколько сразу по этим пытаюсь осветить, скорее всего, мальчик продемонстрирует поведение избегания, вот, получение вот такой вот похвалы, такой вот реакции от мамы. То есть, поведение, которое, целью которого избегание, это мы говорим о том, что человек пытается избежать, какое-то неприятное для себя, неприятное для себя. Я хочу такой вообще насущенный пример даже произвести поведение избегания. Я думаю, что мы вчера увидели то, что я пообщалась, честно сказать, с местными жизнями. Я люблю узнать, какая погода, какой климат, природа, ну, в общем, мне это очень интересно. И я узнала, что в Петербурге очень часто бывают дожди. У нее так связано. И я думаю, что когда вы видите пасхозную погоду, я вчера просто очень долго наблюдала, как движение облаков, как это все, он неюносно затягивается, и еще выпадают осадки. Это совершенно замечательно. Когда вы видите дождь на улице, что вы делаете? Вам нужно на работу. Зонт. Или таксист. Машина. То есть мы предпринимаем, у нас есть поведение взять зонт, вызвать такси или взять включатель автомобиля. И это поведение избегания грамотных. Потому что в этом случае, в этой модельке, о которой мы сейчас говорим, тут надо, конечно, понимать, что мы сейчас с вами обсуждаем вообще две модели. Мы говорим о модели, которую мы можем прикладывать на нашу жизнь. Наша с вами модель, которую мы сейчас обсуждаем, поведение надевания резиновых стопов, значит, зонт и может быть плащ с капюшоном. Это будут как раз вот те поведения, то поведение, которое направлено на избегание неприятного стимула в виде мокрого-холодного дышка. То есть мы про то, что повсеместно мы можем все встретить. Мы все хотим изживить законы поведения в нашей жизни. Не слишком ли сложно для вас то, что мы рассказываем? Как вообще в целом? Может быть есть уже какие-то вопросы? Оставим на потом? Пожалуйста, оставим. Если вы оставляете на потом зафиксируйте, чтобы не забыть на очень хотим. Мы можем, мне кажется, по ходу тоже можем по ходу. То есть если есть что-то, что вы хотите спросить сейчас, давайте мы можем что-то. Потому что занять такой материал может быть где-то новый, где-то сложный, мы можем остановиться на чем-то. Да, такое может быть наказание может восприниматься как положительный стимул. Правильно? Смысл в том, что давайте вернемся прямо на заре нашего выступления и что может являться поощрением? Поощрением может являться все. Что для вас является наказанием, то для меня может быть поощрением. Может быть так? Представьте себе разные ситуации. так вот. Дело в том, что если мы я вам могу сказать, что в своей практике я очень часто встречалась с такими фразами, когда для своих родителей говорят я уже перекрыл все, я ругал, я кричал, я что-то там такое делал, то есть учетуйте, что что перечитают родители предполагаемые наказания, но ребенок повторяет. А еще бывает, знаете, как говорят, он меня выслушивает и по остальное время он такой счастливый. Ну, понимаете, про что? То есть то, что крик, ругань или угрозы они могут не являться наказанием. Мы помним, что наказание это то, что останавливает поведение быстро, здесь и сейчас. Вы потянете руку к розетке и я хлопну по ней. Вы отдерните руку это наказание. Если вы тянете руку к розетке, я говорю, не надо, пожалуйста, только ее вы все равно трогайте ее. В случае мы можем определенно говорить о том, что не надо, не делай этого, подожди, а поведение продолжается у нас, то получается, что мы подкрепляем это поведение. То есть просто то, что мы предполагаем наказанием, то, что по нашему предположению должно было бы остановить поведение, оно наказанием не является. Тут просто терминологическое некоторое, нужно вот, чтобы была такая определенность. Если мы видим, что что-то произошло, и поведение после этого больше не повторяется, в этом случае в наших терминах это было наказание. Если мы видим, что поведение повторяется, или не усиливается, почему не на него, просто не усиливается, то значит, что это поведение подкрепляется, оно встречает поощрения, достигает своей цели, и оно продолжает существовать даже во всем законам поведения. Отвечу на нашу вопрос. Спасибо. Спасибо. Может быть, еще что-нибудь? Отлично. И тоже такая глобальная тема, актуальная для детей диагноза аутизм, это сенсорная стимуляция, это то поведение, которое происходит, целью которого является получение определенных ощущений. Это сложное поведение, и вообще сложная тема, одна из самых сложных тоже в нашей области, но мы действительно знаем, что есть стереотипные движения, есть, опять-таки, своеобразие интересов, и есть куча всяких странных штук, которые наши дети делают для получения определенных ощущений. Хотелось бы немного подробнее до этого снижаться. Если мы с вами разобрали и для нас более очевидно мы можем посмотреть и увидеть глазом рассказать, что же все-таки получает человек в результате своих действий, то сенсорная стимуляция, вы знаете, это внутренние какие-то ощущения. Часто очень, например, приведу пример. Кто-то сидит, например, может быть, на гонке, по-стуке, потому что там он и так далее. Мы с вами никогда не поймем, что же все-таки получает человек, когда накручиваете на палец волос. То есть это ощущение в пальце, это какое-то подтягивание волос, это ощущение, то есть это определенные какие-то ощущения, которые происходят внутри. Правильно? Даже если мы начнем свои волосы тянуть, но не знаю, будет ли это равно вашим ощущениям. Я занимаюсь, потому что у нас разные нервные системы, мы два разных отдельных организма. вот в этом поэтому очень сложно. Если у нас ребенок, к примеру, вы знаете, разные бывают виды создающих иноцитов, кто-то любит зрительное очень, мелькание, моргание. Ну вот эта ситуация, когда ребенок смотрит на свет, он знаком очень многим тем людям, кто работает с этим аутизмом. Может быть часто бывает это ощупывание каких-то поверхностей, пальцев, да? Это может быть определенные раскачивания. Колесики у машины. Кто-то держится машинку, он ее не катает, не загоняет бараж, а то, что он ее поднял вот так вот. Кто с такими ситуациями, кто как бы обогоняет их мешает? Вы наверняка представляете, спасибо. То есть много-много-много-много всего на самом деле. Я думаю, что сколько детей, столько их случат. И мы с вами вопрос расцениваем. А мы сейчас вот вы знаете, я скажу, что есть возможный случай, когда мы можем расценивать это как способ стима, как способ самостимуляции, но с некоторыми оговорками. То есть мы должны, вот то, что у нас красное написано на слайде, есть некоторые моменты, которые мы должны учесть. Да. То есть сложность в том, я хотела продолжить свою мысль, сложность в том, что мы с вами никогда не поймем, что же конкретно получает ребенок, когда крутит то же самое колесико или смотрит на свет или что-то еще. Даже если мы возьмем это колесико и начнем крутить. Это сложное поведение. Сложное? Сложное. Потому что оно еще связано напрямую с физиологическими особенностями, о которых очень много до нас говорили, мы остановимся. И дело в том, что вот это то, что у нас красно написано, это очень важно и ключевая вещь. Да. Часто бывает то, что родители, зная специфику своего ребенка или специалисты, зная специфику ребенка, с которым они работают. Они знают, что есть тенденция к самостимуляции, к получению, что есть определенные сенсорные ощущения, ребенок может хотеть их получить. Они по умолчанию списывают некоторое поведение на самостимуляцию. Это часто приводит к ошибкам в работе. Потому что бывает есть такая тенденция, что мы говорим, ребенок с аутизмом, он делает что-то странное, скорее всего это стим. это несколько преждевременное осуждение. Мы в нашей работе что называется убираемся до последнего, то есть мы собираем информацию и анализируем ее достаточно долго и только если мы на 100% уверены в том, что мы можем исключить функции получения достижения какой-то цели или избегания неприятного стимула, только в этом случае мы можем сказать, что да, скорее всего это самостимуляция. То есть к специалистам, которые работают в этой области и к родителям, у которых есть дети с диагнозом аутизмом обращение. Не торопитесь все объяснять диагнозом и вот такой спецификой. Бывает так, что у нас просто недостаточно данных о поведениях и мы не совсем понимаем, зачем он происходит. да, 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 да. Так вот, спасибо. Так вот, спасибо. Слушайте, можно нас, пожалуйста, попросить еще остановиться? Я просто хочу, чтобы все точно все поняли о том моменте, что нельзя, ну, если человек понимает о том, что поощрение, там, вот у меня ребенок плачет, значит, поощрение, то, что я там придвинула стул и о том, чтобы они не не убирали сразу поощрение. Пожалуйста, расскажите о том, что поведение очень резко усиливается, если поощрение сразу убрать. А, вы говорите про трифт, да, потому что сейчас, если повально резко напередили, поймут, да, о том, что у них поощрение, там, у истерик и его ребенка является поощрением кто-то, расскажите, пожалуйста, сейчас всем не надо сразу поощрение, чтобы все понимали, что должна работа очень серьезная проводиться над этим. Да, потому что работа начинает, что не надо сразу поощрение вот раз убирать, потому что усиливать. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Очевидно, уже есть какой-то просто опыт в этой области и есть опыт наблюдения за тем, как родители иногда, значит, объясняют, делают выводы и начинают их применять. Наверное, я просто еще раз хотела бы повторить вот, какую мысль. Поведенческий план должен составлять специалист. Специалист должен быть компетентен. не нужно стремиться к быстрым действиям, которым не предшествует сбор информации и ее анализ. Ну, что еще можно сказать? Вы знаете, даже вот говоря о том, что есть замечательные книжки, которые сейчас доступны любому человеку. Они стоят недорого, они уже есть в России, продаются там, вот в этом магазине лабиринты, где они продаются. Это вот Барберы. Вы знаете такую книжку? Книжка Барберы «Поведенческий анализ». Про поведенческий анализ. Можно записать просто Барбера и написать просто Эбейн. Эта книга, написанная простым, достаточно языком. При этом она, я бы ее смело рекомендовала и специалистам, которые работают в этой области, и родителям. Там говорится как раз, вот очень хорошо говорится о том, что, например, понаблюдайте, говорится о том, как понаблюдать, как собрать информацию, как сделать правильные выводы, и как потом можно с этим работать. То есть, вы можете действительно какое-то собрать еще необходимую информацию по поводу использования этих методов. Но использоваться они, конечно, должны осознанно, осмысленно, ну и осторожно, потому что мы имеем дело с поведением, с поведением ребенка. определенные. Я специалистами за супервизии, конечно же, я только за... Я хотела сказать по поводу того, что вы говорите про работу с желательными и мы будем говорить дальше. А, ну да, у нас еще будет действительно очень много, у нас еще будет несколько слайдов. У нас сейчас будет еще какое-то количество слайдов, потом будет видео, такое интересное достаточно видео, которое мы посмотрим, мы потом вместе с вами обсуждим. Видео будет про серьезное, про сложное и нежелательное поведение про сама Кристина. Так. Помимо тех целей, которые может преследовать наше поведение, нежелательное поведение может быть вызвано тем, что у ребенка просто отсутствует надо. К примеру, самый распространенный наверное случай, это когда ребенок у нас невербальный и он чего-то хочет, а когда он хочет, он, к примеру, лечит. Я могу сказать, что вообще на самом деле, если мы совсем отмотаем назад, то когда ребенок только рождается, какими способами он привлекает маму? Он кричит. Просит помощи. Он кричит. Это тот вид коммуникации, который ему доступен на тот момент, правильно? Я думаю, что вам знакома такая мысль о том, что через какое-то время мало начинает дифференцировать крики. О, это надо ему поменять подгузник. О, это он хочет есть. То есть ребенок начинает дифференцировать разные крики и собственно говоря это способ такой общения, способ просить. То есть один из самых таких моментов таких моментов. И ребенок, если у него нет способа коммуникации, он может также использовать клик и истерику для того, чтобы что-то просить к примеру. Это собственно говоря тот момент, когда у нас нет навыка у ребенка и у него есть только нежелательное поведение. И вот для меня очень убедительный был пример, который произошел у меня в практике в моей вот этой вот весной, когда у мальчика было нежелательное поведение, у него была агрессия. Ему по-моему еще даже не было трех лет, но он прямо заправился, дрался. Мальчик, слово мальчик был в спектре, у него был диагноз. И мы первое, мы как бы при составлении программы расставили приоритеты таким образом, что мы приоритетным направлением выбрали коммуникацию. Ну, к слову сказать, это часто очень является выбором наших, ну, как бы, когда мы расставляем приоритеты. Мы начали вводить ПЕКС. Есть в зале люди, которые вообще не понимают, что такое ПЕКС? Окей. ПЕКС это Picture Exchange Communication System. У меня будет, у нас будет в конце нашего вот этого презентации, там будет, у нас будет еще отдельная презентация, но я сейчас короткое пояснение сделаю. Это когда ребенка учит, почему ребенка не обязательно, когда человека учит обращаться с запросом с помощью карточки, на карточке символическое обозначение, то есть, например, бутылка с водой, да, и он подает другому человеку, и получает ответ в воду. То есть, это способ коммуникации для невербальных людей, либо альтернативный, либо дополнительный. То есть, он может использоваться как взамен речи, так как дополняющий инструмент. Так вот, на фоне года пенс у мальчика на втором еще были мы этапе, то есть, только он начал, вообще говоря, в самом начале нашей работы, работы, мама пришла и сказала, у нас пропало нежелательное поведение, ребенок дома перестал драться. Легко совершенно объяснить, если вдуматься, у ребенка появилась возможность, которой у него до этого не было. До этого он не мог попросить, а это, кстати, он был у нас в нашем видео, в нашем фильме, он не мог попросить мыло, оно ему было нужно, как бы, несколько раз в день, ему нравилось, вообще, любил просто играть за мыло. Свечку, мыло, какую-то там вкусняшку, еще что-то. Как только у ребенка появилась возможность, что он распадал, прошла, агрессия прошла, то есть, поведение агрессии, ничего, это, кстати говоря, к слову, это один из законов поведения, скажем, закон номер один, это то, что поведение повторяется при наличии поощрения, а второй, мы будем говорить о том, что человек выбирает наиболее энергозатратные виды поведения. Наименее, подожди, наименее энергозатратные, извините. В общем, ребенку, да, наименее энергозатратные. Наименее энергозатратные. То есть, представьте себе, сколько ребенок тратит на то, чтобы царапать, гусаться и истерить, и тут он просто дает карточку. Илья говорит слово. Чувствуете, да? Вот где там написано? Ну и да, ну то есть, естественно, вот это тоже, вот кругово подиллюстрирует. Вот это первое, оно просто спокойненько умирает. вымирает, как мы говорим по-моему, естественно, мы выберем всегда для достижения нашей цели, мы выберем способ, который будет для нас наиболее приятным, наименее затратным. Правильно? Поэтому ребенка, если у него есть возможность, если у него есть возможность функционально коммунизировать, это для него не затратно, то он, естественно, выберет этот способ, для того, чтобы получить желаемое, а не способ бросания на пол и прочих игр. Построение, тестирование гипотез. Мы часто на основе, когда мы собираем данные, начинаем их анализировать, у нас появляется предположение о том, что вообще происходит, что это может обозначать и как с этим работать. Это называется построение гипотез. У нас появляются гипотезы. Я не знаю, имеет ли смысл долго обсуждать вот этот слайд. Штука заключается в том, что мы делаем небольшие проверки этих гипотез. То есть, например, если мы предполагаем, что поведение, например, происходит для того, поведение происходит потому, что ребенок хочет получить что-то там, я не знаю. Вот я проанализировала там, значит, свои 8-10 эпизодов, посмотрела формулу, поговорила с мамой и у меня возникло предположение. Это потому, что ребенок хочет что? Ну, я не знаю, печенье добавлю. Внимание? Ну, ладно, внимание. Внимание лучше. Внимание! И вот это вот мое предположение, я могу, и я обязательно его проверю. То есть, что я сделаю? Я скажу маме, попробуйте в течение завтрашнего дня раз в 15 минут подходить к ребенку и говорить, ты мне такой умничка, я тебя так люблю, целовать его в щеку. А потом еще через 15 минут подходить и говорить, а что ты делаешь? Ты играешь? Какой ты у меня молодец. Естественно, мы в таких только ситуациях, когда мы вот этот вот такой способ делаем, мы всегда хотим еще делать такое предупреждение. Если вы видите, что в этот момент ребенок занимается чем-то, что вы не хотите подкреплять, то есть, если в этот момент у вас приют нежелательное поведение, то мы такого делать не будем. Ну, в общем, таким образом, пронаблюдая вот этот вот день за тем, что мама предоставляет ребенку то, в чем по моим предположениям он нуждается, я еще раз собираю информацию и я анализирую, я смотрю, что на фоне вот такого вот изменения происходит с поведением ребенка. Ну, это называется тестирование гипотезы. Ну, и дальше идет самая интересная часть, это составление политического плана. Мы переходим к тому, как мы начинаем работать. Мы протестировали все гипотезы, мы перевели, почему происходит поведение, мы поняли его цель, мы проверили, что мы говорили, все работает, отлично. Теперь мы готовы к тому, чтобы сделать план, политический план, или еще, говорят, план решательства. Мне нравится политический план. Красиво. Да. Он состоит у нас из определенного описания, но мы расскажем про те четыре вида методики, которые должны вмещать в себя этот политический план. У нас есть предупредительная методика, реактивная, есть поддерживающая, есть обучение. Обратите внимание, мне бы хотелось на обучение, честно сказать, прям вот, баскредитный знак, да, вот, поставить. Я могу сказать, что любое политическое вмешательство не помещает в себя обязательно тот навык функциональный, который ребенку на данном этапе необходим. Мы не просто корректируем нежелательный поведение, мы даем ему еще что-то, что ему будет здесь и сейчас полезно, для того, чтобы более эффективно коммуницировать, к примеру, или более эффективно выполнять трудную работу, делать, то есть мы делаем обучение его нового описания. Это не просто такая вот работа только с нежелательным поведением, это продвижение дальше. Да. И нужно, конечно, обратить ваше внимание, что бодерический план не будет состоять только из этих четырех блоков, мы всегда обязательно поставим долгосочную цель, что мы хотим, чтобы вообще с ребенком произошло, а у нас живой подслать, по-моему, правило, да? То есть не исчерпывается он только вот этими четырьмя блоками, там есть еще информация. Мы обозначим долгосрочную цель, то есть, например, что в результате нашей работы будет через год, через два, через пять, то есть у нас будет некое к чему мы так устремимся вообще в целом, да? Долгосрочная цель, мы постараемся определить ее тоже в каких-то измеримых параметрах, что это значит, цель это, безусловно, согласованно с родителями. Это был некоторый промежуточный набор, некоторых промежуточных задач, то есть мы, например, как может выглядеть поведенческий план, например, по работе вот с истериками, как я могу его построить. Я могу написать, я понимаю, что это сложное передать, так, у меня там показания, я чуть пошла. Я могу, например, как в своем политическом плане использовать такие промежуточные задачи. Например, я работаю с поведением агрессии, что ребенок дерется, и у меня есть определенная, у меня есть определенная, собрана уже определенная информация, я знаю, что дерется 7 раз в день. 7 раз в день ребенок дерется. Мы зафиксировали, что у нас является дракой, как это проявляется, все все понимают. И промежуточная цель, например, может быть у меня снижение либо интенсивности, либо продолжительности, либо чистоты. То есть, например, я могу промежуточную цель поставить в своем политическом плане такую. Через неделю ребенок будет драться 3 раза в день. Через 2 недели ребенок будет драться 1 раз в день. Через месяц он будет драться, например, 1 раз в неделю. Через 2 месяца мы это поведение уберем вовсе. То есть, я хочу сказать, что я могу в своей работе, в своей вот в этом структуре протокола выделить еще и промежуточные задачи. Они, как правило, помогают, потому что долгосрочная цель, потому что цель, финальная цель моей работы, это может быть что-то такое достаточно отсроченное, при этом и мне, как специалисту, и родителям всегда очень радуют первые результаты, потому что проходит неделя, мы смотрим вместе с мамой на нашу табличку, где мы собираем информацию, или мы просто с мамой фиксируем количество эпизодов каждый день, и она, значит, мне говорит, да, вчера было, там, не знаю, там, нет, позавчера было 7, вчера было 5, сегодня 3. Этот результат, это достижение вот этого, выполнения промежуточной задачи, это является для меня поощрением, является поощрением для мамы, это подкрепляет поведение мамы работать дальше, использовать этот протокол и работать дальше по эмоциональному плану. Согласны? Ну, да, цель протокола, это, значит, дать участвующую информацию всем тем, кто задействовал в этой работе о том, что, собственно, делать и как делать. То есть мы достаточно подробно объясняем, в зависимости от квалификации специалиста, в зависимости от того, насколько хорошо мама разбирается, например, в использовании методик прикладного анализа поведения, мы будем расписывать в той или иной степени подробности, что мы, собственно, делаем, сколько раз посмотреть, как поставить предмет, медленно или быстро подойти, громко или тихо сказать, что сказать, вплоть до слова. Я в поведенческих планах часто пишу буквальные, вот я пишу инструкции, которые мама дает, вплоть до слова прописываю. То есть, например, я напишу, и в этот момент вы говорите Ваню, Ваня, идем спать. или, например, а теперь пойдем заниматься. И я могу написать, каким тоном она это говорит, и я могу с ней порепетировать. То есть, она, например, придет в сет, мы с ней проведем репетицию. Как вы будете говорить? Вы прорепетируем. И это будет зафиксировано в моем документе, значит, в моем протоколе. Потому что, потому что здесь не должно быть разночтение, здесь не должно быть интерпретация. Когда мы начинаем такую работу, я должна быть уверена в том, что все люди, которые задействованы в этой работе, понимают однозначно, куда мы идем и какие мы шаги предпринимаем. Как должна, и каким образом выглядит наша повседневная, повседневная работа. Метод работы, да, описание методов записи. И когда идет работа, мы обязательно будем собирать данные по поведению и фиксировать. Определение ситуации, при которой необходимы изменения протокола. Мы предусматриваем, безусловно, несмотря на собранную информацию, несмотря на то, что мы сделали предположение, проверили наши чипотезы, мы предусматриваем какие-то, появляются факторы, которые могут влиять на то, как идет работа. Мы обязаны это предусмотреть, мы прописываем в протоколе, что если у нас через три дня, например, не происходит того-то, того-то и того-то, если какие-то критерии не достигаются, то мы можем сами посмотреть хоть что. Я это тоже обязательно предуприваю, потому что я должна быть, я учитываю риски. отлично. Итак, чуть-чуть подробнее, да, по поводу методик. У каждой, у каждого программа написано свои, здесь просто приведены примеры. Совершенно пример. Первая предупредительная методика. Ее цель, чтобы поведение не произошло вообще. Помните, когда мы сказали про конфеты? Убрать конфеты со стола, чтобы он их не взял, это предупредительная методика. Правильно? И это не значит, что это решение проблем. Как вы чувствуете? Может быть, мы хотим, чтобы эти конфеты стояли и нам это про жизнь не необходима, потому что бывают такие ситуации, в которых мы не можем некоторые вещи убрать. Не всегда. Не так легко. Но мы можем определенные вещи поменять. К примеру, бывает такая ситуация, я столкнулась с такой ситуацией, когда ребенок реагирует на инструкцию. Таким образом, я говорю, ну что, пойдем заниматься? А это вот, ау, как-то выворачиваться от меня и все зря. Может быть. Может быть. Если я скажу, сейчас занятие, чувствуете разницу? Это не обязательно, потому что я эмоционально связываю детали. Инструкции разные. Совершенно разные стимулы. Или я поменяю, например, определенным образом занятия, или поменяю определенным образом комнату. Вы знаете, все, как дети реагируют, когда они вдруг понимают, что вы ведете их к врачу. К примеру. Вот так, да? И так далее. То есть, есть определенные стимулы, которые в высокой очень вероятности запустят тренинное поведение. И если мы поработаем с ними, определенным образом, то мы можем создать ситуацию, в которой очень высокая вероятность, что тренинг просто не произойдет. И действительно, вот эти предупредительные методики, я, по-моему, вчера на круглом столе это упоминала, мы, предупредительные методики, дело в том, что когда мы говорим о поведении опасном, о поведении опасном для ребенка или для окружающих, мы иногда не можем тратить 10 дней или там полмесяца на сбор информации. Ну, мы просто поэтические соображения, мы не можем позволить ситуации продолжаться. Мы включены уже в работу, мы должны что-то сделать. И поэтому часто бывает, когда мы имеем дело с опасным поведением, мы начинаем предупредительные методики применять на этапе сбора данных. Потому что, ну, как я уже сказала по соображениям этики, мы должны сделать, мы должны провести минимальный какой-то обзор, анализ на нашем самом старте работы, дать какие-то советы или дать какие-то рекомендации, которые будут направлены, они не будут связаны, то есть мы не будем в этом случае, я говорю, обучать родителей, специалистов, как реагировать на поведение. Мы сейчас говорим о предупредительных методиках, то есть о том, как мы можем повлиять на те стимулы, которые предшествуют поведению. Предупредительные методики мы можем позволить себе использовать на старте нашей работы. Да, определенный. Я должен дальше, да? Да, поддерживающий. Это основа вообще работы с поведением. Нежелательная основа. Да? Ну, выборочное усиление это тоже что-то более интересное, что такое мощное. Да. Переходим в более тяжелые ингредиенты. Как вообще у вас? Вы не слишком еще устали? Слушать не слишком не сложно для вас? 5 минут перерыв? Хорошо. Давайте тогда сделаем 5 минут перерыв. Через 5 минут мы продолжим нашу перерыв. Как видите, перерыв. Продолжение следует...